Сегодня фонд литературно-краеведческого музея Калужской школы номер 37 микрорайона Резвань составляет более сотни экспонатов. Основная их часть посвящена военному времени. Есть также предметы крестьянской эпохи. Самые современные вещи связаны с космонавтикой. А начиналось все около 30 лет назад вот с этой книги памяти и фронтовых писем. Вот небольшой отрывок из письма. Я вот сейчас спросила у ребят, какое число. Мне сказали, что 22-е. Черт возьми, ведь мне сегодня исполнилось 20 лет. Но вот это говорит о том, что солдат воевал даже не замечая, сколько ему лет, какое число. Самое дорогое для него было – это победа. В каждой вещи целая история, кусочек жизни. И пока о ней помнят, она неоценима. Ведь жизнь нельзя продать или купить ни за какие деньги. А потому работать здесь могут только поистине неравнодушные люди. Галина Ивановна служит при музее уже давно. В родной школе ее называют не иначе, как хранительницей памяти. Я руковожу музеем с 2004 года. И я сама живу в этой местности, сама училась в этой школе. И уже с 1976 года работаю в этой школе. Уже самый старый, как говорится, работник. Мне все это дорого, близко, интересно. Я вот хочу это донести до ребят. Для этого свои уроки литературы проводит Галина Ивановна именно здесь, в музее. Потому что литература неразрывно связана с историей. Именно чтение привело сюда сейчас уже 11-классниц Аню и Машу. Я в музее Галина Ивановна работаю с 2008 года, наверное. Ну да, 4 года. Мы проводим экскурсии. Я здесь в музее как экскурсовод, как член лекторской группы. А на различные фестивали, конференции мы уже ездим в роли участников. Мы читаем научные работы, показываем презентации. Ну, занимаемся вот этой всякой научной деятельностью. Кому-то работа в музее кажется скучной и неинтересной. Девчонки же полностью опровергают это мнение. А как же раскопки, реставрация, конкурсы, научная деятельность и, самое главное, сбор информации. Ведь это общение, новые знакомства. Я очень интересовалась историей своего края, древней историей. Я интересовалась историей быта, русской печи, русского дома. Мне это было интересно. И изначально я готовила доклады для начальной школы. Проводила в классах лекции. Ну, не лекции, а просто зачитывала. Мне это очень понравилось. И когда я чуть-чуть подросла, меня привели в этот музей. А сейчас за плечами дипломы и грамоты с разного уровня конкурсов. Уважение со стороны детей и взрослых. Не каждый в 17 лет может похвастаться тем, что нашел родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной. А они могут. Самый юный работник музея – первоклассник Дима, внук руководительницы. Однажды пришел с бабушкой и заинтересовался. Причем настолько, что не выгонишь. Помогаю доносить экспонаты, если они тяжелые. Могу ли они собирать и откапывать. А еще, когда мы находим самый красивый экспонат, мы его кладем на вид. Его можно было увидеть. А тебе здесь нравится находиться и почему? Мне тут нравится, потому что тут много экспонатов. Музыка Музыка Музыка